Всем Кибертрак, пацаны! Надеюсь, что вы уже залили 98-й бензин в Теслу своего битмекинга, потому что сегодня мы будем снова использовать только стандартные плагины, кроме двух. Естественно, то, что мы сейчас будем писать, исключительно вдохновлено работой флэша, трилпила и битмейкера Пруви. И приступаем. 170 dpm наша скорость на сегодня. Начнем в этот раз с бита. Вот клэп с альтом нажимаем вот сюда, вот чтобы вернуть громкость в исходное положение. И теперь можем наверху выделить Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Готовы. Первый клэп готов. Всего у нас их будет два. Теперь перк. Перк у нас будет отбивать партию дополнительного ритмического снэра. Тут мог бы быть вот этот удар, но его тут не будет, потому что он есть везде. А в треке в оригинале, кстати, его нету. Это уже есть в треке оригинале. Теперь у нас куча хэтов. В чем прикол будет всех этих хай-хэтов? Так или иначе, они будут подчеркивать ритм снэра, либо кика. Например, вот этот конкретно будет просто отбивать два первых ударов кика, потому что кик в начале он будет тун-тун делать. И вот этот он только для этого и нужен. Вот этот хай-хэт. Так что мы его дублируем. И он у нас будет играть каждые два такта. Вот этот open-hat тоже будет частично совпадать с киком. Он здесь не совпадает с киком, но вот здесь вот он будет совпадать с киком. И вот здесь вот он будет снова в своем дефолтном месте. Снова это выделяем, нажимаем Ctrl-B. То есть все партии максимально простые, но они все вместе сложатся в прикольный-прикольный груз. Второй open-hat, второй закрытый-hat, я хотел сказать, он будет длиться четверть такта. Будет играть во втором такте и в четвертом такте. Вот здесь вот выбираем одна, вторая, выделяем на его и нажимаем Ctrl-U, чтобы он нарубился на мелкие кусочечки. Вот так вот правой кнопкой мышки тянем и получаем. Мне нравится, как это звучит. Не знаю, как вам, но мне прям вот такие штучки очень нравятся. Их когда-то давно ввел в моду Drake. Если вы со мной не согласны, то напишите в комментариях, и мы можем это даже обсудить. Пробежка будет стартовать вот отсюда и будет идти на одной трети. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Нет, вот так вот. И здесь будет одна треть, Ctrl-U. И теперь основной, главный, наш хэд, который будет играть значительно тише, чем все остальные. И еще на нем будут маленькие махонькие пробежечки, но в них нет ничего особо интересного. Просто снова одна вторая. Берем вот этот звук, нажимаем Ctrl-U, Shift пару раз вверх. И вот пробежку сделаем погромче. Вот так. Здесь повторим то же самое. Тоже добавим громкости. И вот здесь вот. Вот здесь вот у нас уже начинается вот этот. Переключаемся на Line. Делаем Ctrl-U, Shift несколько раз вверх. И смотрите, получается очень крутой эффект, который мне прям очень нравится здесь. Пробежка. Потом здесь вот у нас играет вот этот тун-тун-тун перк. Вместе с ним играют open-хеты, закрытые хеты. Потом начинается хэт, который выходит по громкости. Мне вот такие вещи очень нравятся. То есть это типа такой. Но это добавляет именно ритма за счет того, что всякие ритмические такие пробежечки собираются в одном месте. Но с этим важно очень не переборщить, потому что если вы превратите весь свой бит в бесконечную ритмическую какафонию, то от этого никому хорошо не будет. То есть по сути ритм должен читаться. Он должен быть прозрачным, нормальным, но при этом таким живым. Именно для этого мы сейчас возьмем, зайдем в настройки и shift немножко крутанем. Вот как-то так. Вот этот shift мы крутить не будем, потому что видите, тут уже есть пауза. И поэтому идем в третий. И здесь тоже крутанем shift примерно так же. Еще мы можем shift крутануть на перке. И теперь kick. У kick сразу немножко тоже подкручен boost. Буквально капельку-капельку больше ничего не тронуто. И так что мы идем сюда, максимизируем его громкость тут и делаем. То есть большинство хатов так или иначе совпадает с kick. В этом месте kick играет одновременно с пробежкой, в этом месте одновременно с open-hat. Вот здесь он играет с закрытыми хатами. И таким образом получается, что kick пробивается через хай-хаты. И за счет этого появляется вот эта грязность звучания. Потому что, во-первых, хаты у нас с shift-ом, что создает микропаузу. И kick через них пробивается. Короче, очень круто звучит. И здесь очень важный момент. Когда я говорил про два нестандартных плагина, я имел в виду, естественно, озоновый слой, который прикрывает наш буток на мастере. И еще один плагин, который будет обработкой. Но в качестве инструментов мы будем использовать плагин Flex. У некоторых из вас компудакты разряжены коронавирусом. И поэтому вы не можете по какой-то причине установить версию 20. И поэтому пользуйтесь 11-й, 12-й. И специально для вас я зарендерю эти дороги. И они будут в проекте. А проект будет в моем паблике ВКонтакте, когда, поскольку киберпанк, кибертрак, когда это видео соберет 2077 лайков. То есть, как только видео набирает 2077 лайков, проект оказывается в паблике ВКонтакте, школа битмейкинга. И в нем будут зарендерены дорожки Flex. У нас будет три плагина Flex. Давайте их и добавим сразу. Первый Flex. Жмем клония. И еще раз клония. Помимо Flex у нас будет звук, который я мог бы записать сам. Не верите? Слушайте. По-моему, одно и то же. И вот смотрите. Вот этот звук мы будем использовать. Он максимально стандартный и максимально крутой. Поэтому мы просто откручиваем реверберацию немножко. Чтобы он стал, ну, типа, поменьше. Второй звук будет из того же набора пресетов. Он максимально стандартный. Даже если по какой-то причине вы не можете установить себе другие пресеты. Даже не знаю, по какой причине. Ведь у большинства из вас Signature Bundle. Вот этот будет наш второй пресет. И третий пресет будет уже из нашего Synth Wave. Кстати говоря, вы, наверное, в курсе, но я все равно проговорю. Около каждого пресета можно ставить звездочку. И таким образом вы отмечаете, что он вам понравился. Просто для себя, для будущего. И небольшое сообщение для тех, кто уже покупал мой видеокурс по битмекингу. Я закончил, наконец-то закончил четвертую часть. И начал ее рассылать тем, кто покупал мой видеокурс. Соответственно, если вы покупали, напишите мне. И я совершенно бесплатно пришлю вам это дополнение. И еще тоже важный момент. Обязательно зайдите в закрытую группу. Если вы там не состоите, то напишите мне. Я вас туда добавлю. Потому что по четвертой части будет интерактив с домашними заданиями. И их проверкой. Тоже довольно крутая штука. Обязательно загляните туда, если хотите поучаствовать. Ну а если вы еще не покупали мой видеокурс по битмекингу. То тоже напишите мне. Я все про него расскажу. И, соответственно, там же и у меня вы сможете его заказать. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. А мы продолжаем. И теперь давайте начнем прописывать какую-нибудь первую мелодию. Например, вот эту. Здесь вот что мне не нравится. Атака сильная у звука, поэтому мы и добавим ее. Но это стало помягче. Окей. И теперь пропишем супер-мега-сложную мелодию. Биток же у нас будет супер-сложный. Для первого инструмента у нас все. Расставляем его на первый канал микшера или на второй, неважно. И давайте, кстати, сразу весь биток тоже скинем на микшер, чтобы, если что, мы могли его вырубить. Вот. Окей. Вот так будет звучать наш инструмент. Но, естественно, это еще не все. И сразу приходит время нашей первой нестандартной обработки. Это Half Time. Первый и единственный, кроме озона на мастере. Который, кстати, выключен просто. Но уже там. Просто мне надоело использовать Gross Beat с пресетом 1-2. Поэтому у нас будет вот этот Half Time. Следующий мы поставим Flanger. И поставим его не просто так. Смотрите. Включаем Double Trouble. Пресет мне очень нравится. То есть звук стал сразу таким более интересным. Ну, естественно, сразу после него идет еще один Half Time. Потому что, что такое? Мы же классные парни. Куда нам один Half Time? Нам нужно два Half Time. И 1 четверть. Микс на 100%. После него идет параметрик. Потому что Half Time, он все опускает на одну октаву вниз. И поэтому нам нужно отпилить низкие частоты. В этот раз ничего рисовать мы на эквалайзере не будем. Потому что, ну... Ну, представьте, что это змея, которая проглотила электричку. Сразу после этого мы ставим на реверберацию. Подкрутим. Здесь только в это чуть-чуть добавим. И сайза на максимум. Вот как-нибудь так. Ну, пока ничего выдающегося. Потому что это первый инструмент. А инструменты, напоминаю, у нас будет четыре. Давайте займемся вот этим голосом. Отправим его на третий канал микшера. И на него в первую очередь мы повесим что? Wave Shaper. На Wave Shaper мы выбираем пресет Fast Disk 2. И звук становится сразу максимально приятным. После этого мы ставим Fruity Reverb 2. Мне просто нравятся циферки 2. Это была моя самая любимая оценка в школе. Лайк, если у тебя тоже. Окей, нет. Учитесь хорошо. Я отвлекся. На чем мы остановились? А, мелодия. Смотрите, в первую очередь мы крутим сайз на максимум. Можно драя немного убавить. И немножко поиграться просто. Типа побольше высоких. Бас убираем. Отпиливаем немного низ. Выставляем сразу ноку. Давайте поставим после этого еще Half Time. Именно вот смотрите. Оп. Вот этот эффект мне нравится особенно сильно. Просто звук очень резко обрывается. И это круто звучит. В данном случае с вот такими Voice Chant'ами мне очень нравится проделывать такую штуку. Опять же, можете взять эту фишку для себя. Естественно, все это нужно настроить по громкости так, чтобы это не мешало всему остальному. Пока оставим так. И пропишем, собственно, партию. После этого, естественно, можно все это расширить стерео шейпером, чтобы стало еще чуть покруче. Потому что это именно такой типа FX. Теперь третий звук. Отправим его на первый канал микшера. И на третьем звуке мы пропишем супер-мега сложную мелодию. Окей. Все. Прописали. Но во второй половине у нас будет мелодия гораздо более сложной. Мы делаем вот так вот и вот так вот. То есть, что вы понимаете, нам же нужно развитие. Мы же не можем писать одинаковый один такт, растянутый на все. Нам нужно два такта. Естественно, мы тоже сюда пихаем half-time. Потому что half-time это круто. И крутим микс где-нибудь на половинку. Отправим наш финальный инструментик, соответственно, на четвертый канал микшера. И сделаем из них групповой канал инструмента. А вот на этом инструменте все-таки мне кажется, что нужно еще сильнее убавить реверк. Чтобы он занимал еще меньше места. Вот как-то так. Теперь идем на четвертый инструмент. А в четвертом инструменте получается, что у нас снова простой аккорд, который мы дублировать просто будем. Так что вот здесь мы берем ноту, квинту к ней. И мы просто добавили сюда ре на октаву выше. И получили вот этот аккорд. И он так и будет звучать. Только здесь не будет ноты А. И здесь мы можем перенести вот так. Просто мы сделали обращение простого трезвучия. Не слушайте, что я говорю вообще. Это ерунда всякая. Нормальному битмарю все это говно не нужно. Нормальному битмарю нужно уметь просто расставлять ударные и все. И на этот самый звучок мы тоже вешаем первый half-time. Потому что мы крутые пацаны и можем сделать вот так вот. Крутанув микс на 26%. Именно 26, потому что 26 это круто. И теперь берем 1 четвертая. Х2 100%. Получаем вот такой вот странный какой-то немножко корявый звук. Вешаем сюда параметрик, чтобы его поправить. Тупи, хайпес. И вот так вот опять же змея, которая проглотила электричку. Чтобы звук стал более приятным на аккордах, мы можем нажать alt-s и стромануть его. И немножко убавить продолжительность. И то же самое мы проделаем с нашим вот этим звучком. Выделяем все. Alt зажимаем. Чуть-чуть сократим. Вот так. Вот так прям хорошо. Слушаем с битком. Теперь самое интересное. Это бас. Этот бас мне прислал подписчик, который очень настаивал на том, чтобы я сделал это видео. Бас звучит действительно неплохо. Вот. И пишем его мы вот таким образом. Alt колесо мышки. Вот такую громкость выставим. Здесь нотка повыше, а именно A-sharp. Ага. Теперь дублируем. И здесь вот переносим на полутону вниз, чтобы создать разнообразие. Но это еще не все. Так же, как в прошлом видео. Кстати, посмотрите его по подсказке. Она будет вот здесь. Вот если не видели, крутое видео вышло две недели назад. Про то, как сделать максимально атмосферный бит. Всем понравилось это видео. Так что, если вы не смотрели, обязательно смотрите. Я думаю, что и вам понравится. Берем вот эту слайд-нотку и переносим ее на октаву вниз. Относительно нашего вот этого звука. Вот что? Вот этот ел был. И вот эти высокие ноты мы с Alt зажмем. И колесо мышки покрутим, чтобы они были погромче. Потому что ноты высокие. Там должно все пердеть, звенеть. И мы их поэтому сделаем погромче. Чтобы именно был акцент на высоких нотах. Потому что мне показалось, что что-то такое есть в оригинале. Вот. Вот так. И трюм. Вот это обязательно тоже нужно. То есть, вот эти слайд-нотки на октаву вниз мы используем на последней нотке низкой и на последней нотке высокой. То есть, получается раз в так. Все. Готово. Нажимаем Ctrl B. И бас готов. Все прописано. Теперь мы можем заняться обработками. И сразу же мы берем хай-хеты, начиная со второго. И собираем их на групповой канал. Вы позже узнаете зачем. И теперь на первый хай-хет мы вешаем стерео шейпер. И, естественно, повторяем подобную процедуру с каждым хай-хетом. Еще мы, естественно, расширяем таким же образом наш перк. Пока что это еще не сложилось в максимально крутой звук. Но сейчас мы этим займемся. Еще можно, но не обязательно зайти в хай-хет и в раздел Pan. Выделить вот эти пробежки. И сделать вот такую ерунду правой кнопкой мышки. И потаскать их излева вправо. Ну, просто чтобы создать какое-нибудь движение по панораме. Так будет чуть покруче. И теперь мы можем сделать страшный Split by Channel. То есть, все выделяем. Нажимаем вот здесь. Вот. Split by Channel. Переходим в наш плейлист. Зажимаем с шифтом здесь. Нажимаем с шифтом здесь. Перетаскиваем. И все. Все, что мы написали, оказывается в плейлисте. И сейчас мы все это будем расставлять, балансировать по громкости. Делать прочие крутые штуки. Вообще, как вы поняли, наверное, по моему каналу, мне нравится и Half Time, и какой-то такой легкий трепет я испытываю перед Ozone 9. И напишите в комментариях, какие нестандартные, именно нестандартные плагины вы постоянно используете в FL. Потому что если вот наши наборы плагинов примерно совпадут, то я с чистой совестью буду их использовать на канале, показывать видео. И, возможно, таким образом вы узнаете какие-то фишки об этих плагинах, которые вы не знали. Мне будет очень интересно, какие именно плагины из именно нестандартных вы используете. Продолжаем. Так, теперь пришло время сбалансировать громкость. И что мы сделаем в первую очередь? Запустим. Ну, как-то так. Еще надо немного убавить бас. И на групповой канал наших ударных, ой, на групповой канал наших инструментов, конечно, я хотел сказать, накинуть максимум с пресетом Master 8. Просто на него повесим параметрик, потому что низа дофига у этих инструментов. А низ нам совершенно не нужен. И еще вот этот, вот этот, на нем тоже дофига, еще и вверх, а так что вешаем на него параметрик. Просто вот как-нибудь чуть-чуть прижмем ему вверх. И давайте Tupia и High Pass тоже сделаем. И я не знаю, как назвать. Это уже точно не удав проглотивший электричку. Вы можете придумать, как это назвать. А вот этот звук мы приубавим. Давайте сюда тоже повесим параметрик, просто чтобы этот звук был именно атмосферным. Теперь слушаем с ударными. И теперь мы сделаем то, ради чего, собственно, все и начиналось. Мы дублируем все это, идем на наш бас и вешаем на него, чтобы вы подумали, Gross Beat. И в этом Gross Beat мы воспользуемся вот этим пресетом и сделаем следующую вещь. Во-первых, смотрите. Мы сделаем настройку Gross Beat для бас. И вот первый будет вот этот. Делаем Create Automation Clip. И жмем на Progression и делаем на него тоже Create Automation Clip. И делаем следующим образом. Вот так вот выделяем. Вот так вот сокращаем до размера одного такта. И делаем вот так вот. Будет играть он у нас во второй половине, то есть здесь. Теперь его выделяем и дублируем просто. Мне нравится, как это звучит. И делаем еще следующую вещь. Вот сюда правой кнопкой мышки нажимаем и делаем Create Automation Clip. И делаем так, чтобы это все работало только в этой части. То есть здесь вот у нас Gross Beat задействован не будет. И мы сейчас подобные штуки сделаем почти совсем. Например, вот этот групповой канал хэдов мы тоже повесим. Gross Beat. Будем использовать уже другой пресет. Вот этот. Вот делаем на эту кнопочку снова уже на этот раз Link to Controller. И выбираем здесь в Link to Controller клип автоматизации Gross Beat, который мы только что создали. Выбираем его. Смотрим Remove Conflicts. Отключим. Нажмем Accept. Теперь вот этот Gross Beat включится одновременно с Gross Beat на басе. И теперь делаем то же самое на HH1. Именно поэтому я его не стал добавлять в группу наших инструментов. Идем снова в тот же пресет, что и на басе. И выбираем ARP 2. И снова правой кнопкой мышки на DriveVet. Link to Controller. Снова выбираем тот же самый клип автоматизации. Снова смотрим Remove Conflicts. Отключено. Жмем Accept. Все. Теперь у нас, начиная вот с этого момента, с хэтами начинает происходить дичь. То есть именно со всеми ударными. Давайте послушаем именно партию ударных. И... Это еще не все. Для второй половины мы сделаем следующую штуку. Возьмем вот этот Flex и сделаем его уникальным. Зайдем в этот паттерн, который мы только что за Make Unitech'или. И сделаем сюда следующий. Вот этот ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. Это мы удалим. И вот это продублируем сюда. Теперь сделаем то же самое и вот здесь. Все. Но еще не совсем. Идем в наш O-звук. И его тоже делаем уникальным. Заходим в него и делаем... Вот так вот. Вот так вот. Но еще не все. Сюда мы повесим еще один Half Time. И он будет у нас тоже включаться одновременно с нашим Gross Beat'ом. Для этого нажимаем вот сюда вот один раз. Крутим интересующую нас крутилку. И правой кнопкой мышки снова на эту же кнопочку жмем. И делаем Link to Controller. Снова смотрим Remove Conflicts. Отключено. И снова выбираем тот же самый клип автоматизации. И все. Но этот способ для нестандартных плагинов. Ну и теперь, наверное, пришло время включить Ozone. Ага. И все. Громкость сразу уехала. Так. Все. Немножко поменяли громкость. Еще можем немножко убавить Kick. Примерно вот так должно все это звучать. Сейчас я расставлю структуру и покажу, как я это сделал. И, собственно, на чем я основывался, когда я это делал. Итак, вот структура готова. Еще, кроме этого, я добавил на бас эквалайзер. Вот такую вот дичь на нем сделал. То есть капельку-капельку вот шельфом убрал. Чуть-чуть вот низа капельку прибрал. И вот этой серединке бугнящей в районе 300 Гц тоже прибрал. Еще по поводу Ozone. В прошлом видео я предложил вам выгрузить свой, мой собственный пресет для Ozone. Но я не нашел кнопку сохранить как куда-нибудь. То есть я нашел, как его. Вот видите, он называется набор Garf Pro. Вот он внутри есть. То есть вы можете взять вот эти мои пресеты, которые внутри проекта будут, нажать вот сюда вот. И нажать кнопочку с дискеткой и нажать сохранить, что я здесь настроил. На максимайзере вы все видите своими глазами. The Vintage EQ в районе 200 Гц я убрал 1,8 дБ. Все. И, собственно, вы можете настроить это самостоятельно и сохранить себе этот свой собственный пресет. И теперь, собственно, по поводу структуры. Что с ней? В начале, в треке, в оригинале у нас есть вот это. И я, собственно, этим не пренебрег, а сделал то же самое. И вот эти все переходы, все сделаны именно таким же образом. То есть у нас сначала играет просто биток. Потом этот же биток переходит вот в этот гроссбитовый угар. Так это по-другому назвать никак невозможно. И вот вообще, кстати, под этот бит я уже сделал ремикс на трек вот этот самый Кибертрак. И по правилам Ютуба я не могу его сюда залить. Так бы я с удовольствием, конечно, это сделал. Если вам интересно, то, скорее всего, в описании будет ссылка на мой SoundCloud или на паблик с битами, где вот этот ремикс будет. Просто я вот на этот бит накинул оригинальную акапеллу. По-моему, он получился очень бодро. И теперь, слушай, вот этот момент мне очень нравится. То есть, смотрите, у нас вступает бас с одним инструментом. Потом этот бум, вот это, ну, я не знаю, как это еще назвать. Вот эта яма, которая создает именно грув, создает именно ощущение присутствия в битте, что вот он изменяется, что вот он обращает на себя внимание. Такие вещи мне очень нравятся. Потом у нас есть самая расслабленная часть, которая, ну, типа бриджевая. Тут тоже у нас гроссбитовый угар. И почти никаких инструментов нет. Потом начинается снова тот же биток. В общем, я все показал. Все, что мне было интересно, я рассказал. Если вам это видео понравилось, то ставьте лайки. И 2077 лайков. Проект будет в паблике ВКонтакте. Ссылка в описании. Давайте уже послушаем, наконец-то, этот биток, потому что получился он довольно бодренький. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, вот такой вот получился биток. Я надеюсь, что вам понравился или биток, или видос. А надеюсь, и то, и другое. И я очень надеюсь, что вы хотя бы что-то полезное для себя почерпнули из этого видео, потому что, в общем-то, оно для этого и было создано. Для того, чтобы вы почерпнули из него что-нибудь полезное. Как обычно напоминаю, что у меня есть обновленный видеокурс. Вот он обновленный, вот только-только, буквально неделю назад я закончил и начал рассылать обновления. Все, кто покупали видеокурс 1.2, получают это дополнение бесплатно. Если вы хотите заказать этот видеокурс, потому что он максимально просто свежий, с максимально большим контентным дополнением, то напишите мне, ссылка на меня в описании, там я все вам подробно про него расскажу. И обязательно ставьте лайк этому ролику, если он был вам полезен, если он вам понравился или был хотя бы капельку интересен. Если ни то, ни другое, ни третье, неинтересный, бесполезный, полная фигня, то ставьте полностью заслуженный дизлайк. И с вами был Стас. Обязательно посмотрите другие видео на моем канале. Я над каждым видео стараюсь. И если вам понравилось это видео, то другие видео вам понравятся точно. И подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. А если подписались, то нажмите на колокольчик, чтобы получать все уведомления. Нажмите на него и выберите все уведомления. Тогда вы очень сильно поможете моему каналу и будете видеть уведомления всех моих новых видео. Ну и на этом уже точно все. С вами был Стас. Пока. Увидимся в следующем видео.